Приветствую, друзья! На библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. «В Бога верю, но человек, я занятой, мне некогда разным милосердием заниматься». В несколько пренебрежительном тоне употребляется слово «милосердие». Не совсем понятно, к кому не хватает милосердия у автора вопроса. К тем, кто нуждается в милости или к самому себе он не милосерд. А как же можно верить в Бога и не пользоваться теми благами, которые он подает, к которым он призывает человека? Это очень немилосердно к себе самому. Многие сейчас любят цитировать слова Господа «возлюби ближнего, как самого себя», указывая на необходимость к себе относиться по Божьему указанию с любовью. А уж потом брать пример с этой любви к самому себе и в отношениях к другим людям. Заниматься разным милосердием, прежде всего, принимая Божественную благодать ради собственного спасения. Это, конечно же, великое благо и радость человека на земле. А Бог ставит в зависимость от нашей милости к ближним свою милость к нам. Кто ближним своим милостив, к тому и Бог милостив. А кто не помилует ближнего своего, то и Господь, как было сказано и в притче о Господине, сначала помиловавшем своего слугу, а потом отдавшим его в темницу за его немилосердие. Так и Господь не помилует немилостивых. Так что будем бережливы к самим себе и собственную занятость. Не употребим только на суету земную. Будем к себе милосердны. Отставим лишние попечения, пустые хлопоты. Как говорит Господь, воздыхая Марфе, Марфа, Марфа, печешися и молвише о мнозим. Много у тебя забот, а забыла ты главное. Единая жизнь на потребу. Мария же, которая внемлит словам Господним, благую часть избра, которая не отнимется от нее. Так вот, нам надо быть, конечно же, к себе милостивным. И найти для этого время позаботиться о приобщении души своей к божественному свету, к божественной радости, к божественной милости, к божественной жизни. Ну и в отношении ближних наша милость нужна нам самим, милосердствуя и проявляя великодушие, заботясь о немощных и оказывая помощь нуждающимся, мы таким образом исполняем волю Божью о нас. И не столько достойны благодарности от нами, облагодетельствованных, сколько сами должны их благодарить за то, что они дали нам такую чудную возможность, оказывая им помощь и милосердие, сподобиться милости от Господа и Бога нашего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok